Доброе утро, друзья! Чё-то я, наверное, погорячилась, иду в маечке, а на улице плюс 21 утром шёл такой дождь, что у меня лужи в квартире. Сейчас прикреплю видео. Полюбуйтесь! А я иду на базар. Друзья мои, у нас дождь. Слышите, как канализация прямо шумит в раковине? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Посмотрите, какая лужа у меня. Посмотрите, какая лужа у меня с окна. Видите, друзья мои? Видите, друзья мои? Вот. Я не могу понять, откуда, но мне кажется, вот отсюда щель. Ну, так себе, скажем, ветерочек, ветерочек, надо было кофточку надеть, кстати, я в новых джинсах, черных, вчера ездили в Адак с Марусей, и я прикупила себе вещичек и Маруси, кстати, скидки, джинсы мне обошлись 149 лир. Ну вот, друзья, решили мы приехать около форума в этот магазин, нам он нравится, движение сегодня очень большое, воскресенье, мы не поместились ни в одну маршрутку, поэтому приехали на такси, на такси сюда стоит 95 лет. Друзья мои, наш шопинг удался, сейчас скидки накупили, и джинсы я себе купила, и спортивный костюм, и Маруси накупили, короче, на 50 евро. В Мерсин пришла осень, друзья мои, так что пора надевать кофточки, кофточки, плащики, резиновые сапожки можно уже начинать выбирать в магазине. Вот, дождик сегодня такой конкретный, шел прямо стеной, ну, буквально шел час, но этого хватило, чтобы залить мою квартиру. Время у нас час дня, базар у нас в самом разгаре, я с тележкой, сегодня мне будет очень легко. А что я хочу купить? Ну, в принципе, я хочу купить мандарины, мы кушали мандарины в Аланье, купили их в Мигросе, как вы помните, кто смотрел мои видео. И они оказались очень сладкие и вкусные. Так, ищем мандарины, но вижу только вот такие вот, это не такие, которые я хочу. Так, еще мне нужны помидоры-огурцы. Такие вот помидоры-чели, кстати, маленькие. Маленькие огурчики. Сейчас пройдусь, посмотрю еще что-нибудь. Цены, в принципе, оцен не вижу. Так, и картошка мне нужна. Раба. Вот, например, 2 килограмма картошки 15 лир. Это по 7,50 получается картошка. Возьму. Ну вот, первая моя покупка 2 килограмма картошки. А если бы я взяла 4, мне бы обошлось 5 лир за килограмм. Авокадо есть, кульма есть, только цен не вижу, надо спрашивать. Но меня это не интересует, поэтому пройдемте. Так, вот смотрите, все берут такие маленькие огурчики. Цены нету, надо спрашивать. Я не знаю, хочу я или не хочу. В принципе, мне нужна клубника, друзья мои. Маруся мне сказала купить клубнику. Купить швандарины и клубнику. Ну вот, клубнику я уже вижу. Она как земляника, мелкая-мелкая. Смотрите, 15 лир за килограмм. Очень сладкая. Ну, я ее возьму в последний момент, когда буду обратно идти, чтобы не помять. Оставить наверх. Вот шампиньоны такие красивые. Привет-привет. Какие добрые продавцы. Все машут, здороваются. Зелень какая красивая, да, друзья мои? Осень. А посмотрите, какая зелень. Ну, красота же. Так, яблочек не хочу. Друзья мои, ну где же мандарины? Где же мандарины? Ну, они такие большие, эти мандарины я не хочу. Такие маленькие, сладкие, которые. Ну, хотя, давайте я попробую. Давайте я попробую мандарины. Очень кислые. Ну, такие кисло-сладкие, но не то. Не то, хотя все берут, смотрите, вот, сетка мандарины. Блин, что же делать? А вот, кажется, эти мандарины. Да, вот эти мандарины. Божь, киды. На Кадар? Мандарины, они 2. Они очень вкусные. Напишите. На Кадар? Они 2. 12. Они очень вкусные. Возьму. Какие килограммы? Возьму. 2 килограмма возьму, 12 кг. Это было. Друзья, взяла 2 килограмма мандарин на 25 кг. Какие красивые помидорчики. Какие красивые помидорчики. Прямо запах обалденный. На Кадар? Ермя. 20. Ермя. Ага, 20. И огурчики. Ну, я возьму, наверное, потому что они такие вкусные. Друзья, взяла я наивкуснейших помидорчиков на 25 лир и огурчиков. Килограмм 15 лир. Короче, я на 40 лир взяла и помидоры и огурцы на 40 лир. А вот еще клубника, но она немножечко другая. На Кадар? Это одна богатый смысл, еберсвенец. Не знаю, Каня. Что ты сказала, я не поняла. Но на обратном пути вон еще клубника. Сможем взять клубнику тоже сладкое, наверное. Он стоит, кушает ее, так вкусненько. Челег взял. На Кадар? Челег как? Ага, 40. Битана Тарновак взял, да, челегу? Ага. Скорее всего мы сейчас с вами развернемся и пойдем возьмем ту кузнику, которая была по 15 лир. А вот здесь, почему клубника? Ага, 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 ага. Клубника оказалась 25 лир за килограмм. Я взяла килограмм, очень сладкая женщина, турчанка, попробовала передо мной и сказала, что в кузеле взяла 2 килограмма. Но я беру килограмм, чтобы, знаете, она не пропала. Вот лук, я вот думаю, взять себе лук или не взять? Даже рыбка есть, но рыбку я не хочу. Брать на рыбке не хочу, я возьму в микросе рыбку, я возьму лука зеленого. Два пучка зеленого лука взяла на 10 лет, 5 лет пучок. Баклажаны по 5 лир за килограмм, вот такие вот маленькие, а побольше красивенькие по 10 лир за килограмм. А вот такие кругленькие тоже по 10 лир за килограмм. Вот такие вот цены, друзья мои. О, бюджетные ведь. Ой, солнышко выглянуло, ну замечательно. Погодка восстанавливается. Мне совсем не холодно сейчас. Нормально. Иду, тележка не дребезжит, ничего меня не раздражает, все хорошо. Так что, в принципе, я все купила, то, что я запланировала. Теперь можно быстренько отнести все домой и поехать на пучку ПТТ. Вот что я купила, друзья мои. Давно я не готовила кабачки. Взяла 5 кабачков, это килограмм 10 лет. 10 лет, друзья. У меня же там клубничка. Не подавлю я вообще. Надо как-то тут все исправить. Ну все, друзья. Спокойно двигаюсь в сторону дома. Сегодня хозяйственной части не вижу. Ведерки всякие. Так бы я мусорное ведро купила. Видите, солнышко. А я очки не взяла. Думаю, зачем мне очки? Было пасмурно. Вот такая вот тележечка у меня. Не дребезжит. Полная продуктов. Цены бюджетные, друзья мои. Вы сами все видели. По курсу переводим. Насчет счетов. Получила я только два счета. За воду и за электроэнергию. Со слов Мирославочки. Подорожала вода. Электроэнергию она ничего не сказала. Вот вода подорожала. Значит, сегодня поеду на ПТТ оплачивать счета и расскажу вам в цифрах. Вот. Читаю комментарии. Ой, друзья мои, ну что ж вы так на нас с Мирославой ополчились. Да не против мы вашей Алании. Господи, переходите по ссылке на канал моей Мирославы. Она вам все ответила. Ну, не нравится нам. Что нам делать? Мы высказали свое мнение. Вот кайфую я, когда хожу по улицам города Мерсена. Вот я обалдею. В Алании мне не понравилось. Все, высказала свое мнение. Эх, хорошо, что у меня тележка есть, да? И горочка мне не страшна. Иду попу качаю только и все. А руки не болят. Ляпота. От магазинчика я здесь раньше воду покупала. Соки, чипсы. Пиво здесь тоже продается. Сейчас вам кое-кого покажу. Поставила свою тележку около ситы ворот. Здесь уже у нас сады, как вы видите. Мы здесь с Шанелькой гуляем. А вот здесь, вот на маленьком пустырьке живет семья из котиков. Сегодня был дождь, и они, наверное, куда-то убежали, спрятались. Но обычно они, Маруся их кормит. Вот там корм, водичка. Сейчас покажу вам. Вот здесь вот. А они спят обычно вот здесь, вот на пакетах, бумагах. Три котенка и кошечка-мама. Хорошая семья такая. Вот. И мы, не долго думая, не долго думая, просто заказали на Трэндиол будку для этой семьи. И вот она придет, когда эта будка, мы вам покажем обязательно. А те добрые люди, которые хотят поучаствовать в жизни котиков или бездомных животных, пожалуйста, я прикреплю карту Марусину на ее канал. Если получится, если у нее будет включены комментарии, конечно. Вот. Можете пожертвовать по доллару, по рублю, не важно. Маруся все равно будет покупать корм на свои деньги. Мирослава участвует, тоже дает денежки на корм кота, потому что она очень занятой человек, ей просто некогда ходить и всех котиков кормить. А вот по этой улице, вообще вот до университетской, все котики накормлены у Маруси. И когда мы едем куда-то гулять, к морю, она всегда берет с собой корм. Так что Марусе можно доверить. А еще, друзья, мы с Мирославой хотим сделать прямой эфир на моем канале. Какой-то из вечеров на неделе она приедет, и мы выйдем прямой эфир. Не знаю, как у нас это получится, но, может быть, и получится. познакомимся. Будете задавать свои вопросики, Маруслава на них ответит, я отвечу. Не замерзла я. Не буду одевать кофточку, сейчас поеду на почту. Ай, моя красавица! Ой, друзья мои, я вас искренне благодарю, что вы мне такой пендаль дали, сказали, Светлана, купите лешку. Я очень довольна ей. Такая классная, яркая, да, друзья мои? Друзья мои, я сняла наличные деньги в Зиратбанке, потому что на почте надо платить только наличными деньгами. Посмотрите, какая очередь сегодня. А мы с вами сейчас, знаете, куда зайдем? Зайдем туда, где я получила свой комет. Вот сюда вот. я почти последняя в очереди. Короче, зашла я на почту узнать, где комет моей Маруси. Мне сказали, что надо ехать в Гюч, мне дадут номер отслеживания, и тогда, возможно, либо он в Гюч лежит, либо тогда здесь найдут по номеру, потому что комет она получила 15 сентября, сегодня сами знаете, какое число, да? Вот, какой ветер. Значит, работа, видите, механизм с 12 до 12. Почта работает до 5. И, боже, здесь можно деньги перевалить. Ну, вот, две заветные квитанции, а третью я не получила за газ. простояло 15 минут. Очень быстро работают, там два оператора, в очереди все ведут себя спокойно, тихо, так что иду на остановочку, еду домой, буду Марусю кормить. Вышла я на базаре, а потому что, потому что я захотела винограда и вспомнила, что я на неделе буду солить рыбку и мне нужен укроп. Ярославочка придет в гости, она любит соленую рыбку. Вот, поэтому я думаю, так, еще я буду варить борщ, мне нужна сокла. Так что я вышла на остановочке около базара, встретила своего подписчика, замечательного человека, он со мной поболтал, сказал, Светлана, на вас страшно смотреть, вы в майке. Ну да, в майке. А потому что психологически я не готова, что пришла осень. Не хочу, не хочу осень, я и в босоножках. Вот вам селфи в лифте поднимаем друг другу настроение. Вот так, друзья, я сходила сегодня на рынок и виноград, и мандарины, и клубничка. Она мелкая, но сладкая. Сейчас приготовила обед Маруси отбивные с гречкой, а у меня баранина. Прикреплю видео, как я вчера ее приготовила. Я зашла в наш маленький мигрос, смотрите, что я купила. Ольга, я буду это готовить. Отоварилась я в нашем маленьком мигросе, а я знала, что я сегодня баранину буду готовить, а потому что нравится. Представляете, всю жизнь жила 48 лет и не любила баранину, а я просто ее не умела кушать и не умела готовить. Я уже опытная, друзья мои, я уже опытная замариновала, обжарила, духовочка разогревается, картошку уже почистила, а что, будет не вкусно. Ну вот, друзья, красота, обжарила, духовка разогрелась, ставлю. Я уже открыла в духовку, а потому что все готово, а потому что все готово, запах стоит. Друзья, такие ароматы, такие ароматы, Олечка, Мирославочка, ты тоже очень любишь баранину. Эх, девчонки, заходите. Картошечка, очень вкусная картошка, кстати, в Турции. Буду перекладывать сейчас мяско в салатничку. Так удобнее будет. Ларусь, смотри, как мне сейчас будет вкусно. Не хочешь попробовать? Нет. она поела из суши лапшу, а я вот буду сейчас обедать, ужинать, не знаю, в 5 часов, друзья мои, что это? Обед, ужин. Друзья, в Турции открыла для себя вот такой вот соус гранатовый. Я добавляю его в салат. Капельку такого соуса, растительное масло и овощи. соль, конечно, и перец. Очень вкусно. Ну, просто очень вкусно. Вот так вот сидишь один за столом и думаешь, это все мне. Друзья мои, кому, как и мне, скучно. Присоединяемся, друзья мои. Присоединяемся. Спасибо. И ты ко мне пришла. Ты моя радость. Ты моя радость. Редактор субтитров покажу вам, друзья мои, счета. Счета приходят мне смс-кой. Вот вода. 383 лиры. Мне пришел счет за октябрь. на воду. И я съездила на почту и оплатила. Оплатила. Так, следующий пришел счет у меня на электричество. Электричество у меня 249 лир. Я поехала на почту и оплатила 249 лир. Айдат 200 200 я оплатила. Получается, у меня айдат, электричество и вода. Пока что только три счета я оплатила. Газ не пришел. Ждем газ. Друзья мои, 5 часов вечера мы утеплились. Я даже в кроссовках. А потому что осень. Вот. Провожаю Марусю на гимнастику. Вот еще наша кошечка в нашем подъезде живет. Сейчас, друзья мои, мы покажем вам этих котят. Вот маму мы уже видим. А вот где котятки? Есть котятки? Ага, подожди, не будем подходить. Вот мамочка. Вдвоем спят. И вот котятки. Видите, они на бумаге спят. На целлофане спят на бумаге, поэтому нужно им домик. пойдем. Вот ты, наша красавица Мелисса. Привезла Марусю на гимнастику. У них тренировка до девяти вечера. Ну, не знаю, наверное, буду сидеть здесь, ждать. кафешка, и все родители, ну, большинство родителей сидят, ждут. Сижу, общаюсь с Олей, родственница. Научила меня приложением MoVit пользоваться. Мы же на такси пока что катаемся сюда, теперь я знаю, как можно пользоваться автобусом. Сижу, изучаю.